Замечали, когда вы идёте по городу мимо ларька шаурмой, где у него за стеклом на капусте из помидоров розочка выложена, ты думаешь, ёп твою мать, как такое не купить-то вообще, а? Слушай, Махмуд, это розочка мне, ты мне её сделал специально, так приятно! Вы замечали, что когда вы заказываете себе шаурму, смотрите, как вам её делают через стекло, вы же больше ни о чём нахуй не думаете. Просто стоите там. Лепни ещё соуса, лепни, давай, бля, я... Я думаю, когда стану очень богатым, дома вместо камина себе ларёк шаурмой поставлю. Знаю, шаурма достаточно двуликая вещь, вначале очень двуликая. Но она нас учит философии, что мир полосатый, всегда есть хорошее и плохое. Понимаете, вы что, вы едите первую часть и думаете, господи, как вкусно, это был правильный выбор. А потом, когда идите вторую часть, когда всё разваливаете, течёт по рукам, вы такие... Бля, чё не так с моей жизнью вообще, да? Вы передали шаурмы когда-нибудь настолько, что больно вот здесь, бля, ты такой... У тебя лицо мокрое почему-то, ты вспотел, бля, вот так делаешь, здесь майонез, ты думаешь, ебать, я шаурма теперь, да? Часть команды, часть корабля, бля, всё, я шаурма. Ещё шаурма нас учит, что за всё нужно платить в этой жизни. Вы думаете, 130 рублей — это та плата, которая достойна? Нет. Платите вы тогда, когда начинаете отрыгивать смерти. Когда дети вокруг умрут, блядь, я... Я вообще уважаю людей, которые берут шаурму и возле ларька прям её жрут, как звери, блядь. Думаю, блядь, он выбрал одиночество, он выбрал одиночество. Потрясающий человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова